Привет, я Лиля. Я путешествую на парусной яхте по 12 островам в регионе Фитхие в Турции. В двух предыдущих выпусках я рассказывала, как я со своей семьей и собакой отправилась в путешествие из Анталии до 12 островов залива Фитхие в Турции. Доехав на машине до Фитхие, мы арендовали на неделю парусную яхту. Были замечательные парковки в диких местах и на марине, встреча с дельфинами, черепахами и осликами. Плавали по реке Дальян, гуляли по античному городу и рассматривали ликийские наскальные гробницы. Итак, после ночевки в восхитительной бухте с осликами мы отправились дальше. Переход к следующей парковке был очень интересным. Шли под парусом, встречали много красивых яхт, был сильный ветер, летели на всех парусах. Если у вас в пути закончились продукты, вы вполне можете подплыть вот к такому судну. Судна называется «Мигрос». Это плавучий магазин. К вечеру устроились в уютной бухточке. А утром мы в плавь отправились к живописным островкам, расположенным совсем рядом. Пофотографировались, выгулили собаку и отправились дальше. Мы тронулись с места нашей ночной стоянки и проплываем между островом Дамус, остров Свинья и полуостровом. На острове Дамус, именуемый еще островом Принц, водилось много диких кабанов, из-за чего и название, которое в переводе означает «свинья». Севернее этого острова есть красивейшая бухта Гюбен. В нее ведет очень узкий вход, множество сосновых и оливковых деревьев, античные развалины и скальные гробницы на крайней точке. Бухти Хамам останавливается для обеда, купания или ночевки. Тут можно увидеть остатки стен византийского монастыря. На горе Яванцу остались развалины античного городка Ледаль. Мы обогнули остров Свиньи с другой стороны, и перед нами открывается остров Терсоне, по-гречески «верфей». Здесь до депортации проживали греки. Тут сохранились постройки, среди которых церковь и несколько развалившихся домиков, в том числе древняя крепость и бухта с верфями. Слева по борту у нас остаются острова Тавсан, Делекташ и Кызылада. Все арендованные суда спешат в пункт назначения, в город Фитхие. К четырем часам образуется огромная очередь на дозаправку, а судно надо сдать полностью заправленным. Мы плывем заранее, время рассчитано с запасом, отдыхаем, снимаем окрестности. И как раз на этом видео заметно, что позади нашей лодки, корме, у нас привязана наш динге, шлюпка. За нами спокойно следует катамаран и парусник. И вот уже через минуту капитан замечает, что шлюпка исчезла. Ну что я могу сказать? Мы потеряли лодку и через пять минут ее уже подобрали пираты. Мы отправились в погоню за ними. Мы отправились в погоню, около получаса мы за ними гнались, они резко поменяли курс. Два раза резко. Но мы поймали их, им некуда было деваться, они были зажаты и нам вернули лодку. Он, видишь, говорит, не хотел отдавать. Видишь, он показывает, типа, за это платить надо. Главное, подняли и курс сменили. Не видели, как они от нас трогали? Они резко на полном ходу от нас ушли. Потом хотели туда, в бухту, потом поняли, что мы их преследуем. Туда погнали, спрятались. Давайте все же я расскажу все по порядку. У нас отвязалась лодка на полном ходу. Заметили мы ее пропажу лишь через 5 минут. Мы развернули судно и на полном ходу отправились обратно искать лодку. Увидели, что прибрежных ходов около островов лодки не наблюдается. И тогда нам пришла идея, что суда, которые шли за нами, могли ее подобрать. Мы отправились на сближение к ближайшей парусной лодке, которая шла на моторе. И вдруг эта лодка меняет курс на 90 градусов и уходит на огромной скорости. Мы не были уверены, что они взяли эту лодку. Но чутье капитана вот сказало, что нужно следовать за ними. Мое тоже чутье! Нас поддержал экипаж, и мы отправились в погоню. Гонка продолжалась целый час. Капитан даже хотел объявить по рации на местной волне о пропаже и краже лодки. Но, честно сказать, мы не осмелились, потому что не были до конца уверены. Очень скоро мы поняли, что они пытаются затеряться близ другого берега. Но они были зажаты прибрежной полосой, и они отправились в другую сторону. Мы на перерез. По-турецки они стали говорить нам, что все, что они нашли в море, принадлежит им. И мы должны подписать какие-то документы, что-то в этом роде. Мы так поняли. Да, они показывали на денежку. Капитан дал им понять, что мы иностранцы, и просим изъясняться на английском языке. Пираты испугались, бросили лодку, не передав нам ее цивилизованно, и предложили нас за ней нырнуть. Но ваша покорная слуга Багром изловила лодку, и теперь наша лодка с нами. А я помогла! Я ее подталкивала! Хорошо, что все хорошо закончилось. И, кстати, обратите внимание, на их судне нет названия. Кто они, как не пираты? Ликование, восторг от победы и невероятное облегчение. Чувствовать себя лузерами и дураками очень не хотелось. Мы выдрузили шлюпку на борт и тронулись в путь. Счастливые до невозможности. Мы входим в порт города Петхея. Здесь же мы видим остров, который называется Рызанки-остров. И что самое интересное, здесь живут люди. Это самый первый вид на море или самый последний, исходя из того, заходите вы в порт или выходите. Хотели бы здесь жить? С небольшим опозданием, ну и мы заходим в порт прибытия. Настроение отличное. Мы вошли в порт, однако решили не бросать якорь, а потренироваться держаться на одном месте в условиях приличного ветра. Ведь парковка будет в узком месте. Надо набить руку, чтобы быть точным. Капитан по радио сообщил о своем прибытии. Очень долго с нами не связывались. Мы напоминали о себе, но наш номер в очереди нам пока не сообщали. Другие суда также терпеливо стояли в ожидании. Через полчаса радио ожило. Нам объявили, что наш номер 6. А новые яхты все заходили и заходили. Когда на парковке ветер 20 узлов, это непросто. Как минимум не кстати. Все ждут, беспокоятся, что про них забыли или кто-то прошел без очереди. Мы разгадали, что означает название нашей лодки. Элиф. Это женское турецкое имя. А также первая буква в арабском алфавите. Как альфа. Крутимся на месте. Приспосабливаемся. Мы приехали. Наконец, нас объявили в эфире. По рации капитану сказали медленно продвигаться вперед. Наша очередь один. Причал И. После заправки нам нужно вернуться сюда. И аккуратно припарковаться. Подплыв мы обнаружили, что фьюэл стейшн занята. Придется немного подождать и сдать назад. Это ребята, которые должны сопроводить нас на фьюэл стейшн. Не успели мы полюбоваться на тримаран, как увидели, что место освобождается. И мы стали заходить. Шли носом к причалу. Затем встали параллельно и сдали назад. Слегка патрулив. Отлично получилось. Местные очень общительные. Хорошо говорят на английском языке. Очень доброжелательные и с удовольствием слушают рассказы капитанов о плавании. Капитан рассказал о нашем маршруте и рассказал о нашем экспириенсе в ресторане «Май Марина». Что за достаточно крупную сумму мы съели чуть-чуть. Нас спросили, что у нас с вейстанком. Мы сообщили, что мы слили его в море. Вейстанк – это резервуар для отходов, жизнедеятельности. Которые можно сливать только в открытом море. Ни в коем случае около пляжа. А вот и долгожданная заправка. Капитан оплатил топливо в кассе. Нам напомнили, чтобы мы показали чек при сдаче лодки. Развернулись. В очень узком месте. И теперь пытаемся обойти другие суда. Теперь очередь других судов заправляться. Ну а мы ищем пристань И. Развернулись, чтобы зайти кормой. Моринг для меня уже придерживают. Мне нужно будет только натянуть и закрепить эту веревку на утке. На носу. Капитан подходит кормой и бросает швартовы. Затем крепит их. Таким образом яхта будет растянута на канатах и надежно зафиксирована. Сотрудники чартерной компании контролируют процесс. И напоминают, что мы можем остаться на яхте до 9 утра завтрашнего дня. Мы им перечалили. Все отлично. Включили электричество. Ребята проверили, все ли на месте. Лодку проверяют для того, чтобы подготовить ее уже к следующим арендаторам. Капитан показывает небольшой урон, который мы нанесли тенту. Он немного порвался во время шторма. Позже мы узнаем, будем ли мы оплачивать этот небольшой ущерб. Капитан сообщил, что к нам нет претензий и что тент был порван до нас. Проверка парусов. Да, у ребят все серьезно. Итак, они проверили грот. И затем будут проверять стаксель. Проверка стакселя. Со стакселем все не так замечательно вышло. Каким-то образом он не может подняться до конца. Пытаются исправить ситуацию, пока не получается. Потом найдут зажатый канат. И все встанет на свои места. Как говорится, не снято, не съедено. Припарковавшись в фитхе, мы отправились в местный ресторанчик. Бон аппетит! И вечные пробки. Фитхе без пробок просто не живет. Итак, мы покидаем судно. Мы забрали все вещи. Помыли все, что возможно помыть. И я познакомлю снова с яхтой. Это каюта со шкафчиками. Это кухня. Здесь есть плита и духовка. Это холодильник. Капитанский столик. Каюта компания. Большая каюта. И туалет. Это каюта компания на открытом воздухе. Судно маленькое, но нам было здесь уютно. Мы провели здесь 7 дней. И все же ущерб был найден. На стекле у верхнего люка образовалась трещина. Видимо, когда мы гнались за пиратами. Потому что мы шли против ветра, против волны. И нас очень сильно била волна. В этот момент, наверное, мы разбили люк. С нас взяли 100 евро. Морское путешествие от Фитхие до Дальян реки подошло к концу. Но на этом еще не все. Мы отправляемся в замок Темплиеров в Фитхие. А также посмотрим Ликийские гробницы. Причем очень близко. Будьте с нами, не пропустите. Пока. Путешествуйте с семьей, с друзьями. Берите в аренду ту яхту, с которой вы справитесь. Это может быть парусник или моторная лодка. Вы можете объехать все 12 островов. Или остановиться только в нескольких бухтах. Получайте удовольствие. А еще лучше. Приезжайте сюда подольше, на несколько месяцев. Можно снять в аренду домик, квартиру. Или даже купить. А познакомиться с предложениями от ведущих застройщиков Турции можно на выставке зарубежной недвижимости в Москве на Тишинке. Moscow International Property Show. Или Moscow International Investment Show. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.